базу военную. Если Украина, сейчас это считается оккупированной территорией, если украинская ракета туда прилетит, а рано или поздно прилетит... Да, кстати, это автоматически аннулируется закон об оккупации, который... Да, да, то есть аннулируется закон об оккупации. Если сейчас прилетит, то это прилетело на оккупированную территорию по месту расположения фактически оккупанта. Все легально. А тут получается юридический удар по Грузии. Да, на бумаге якобы там это все объединено. То есть, поэтому войск в Абхазии российских, по крайней мере, посмотрите, это очень удобное для российского военного флота место базирования, поскольку с Севастополя их уже вытурили, до Новороссийска уже достают, в море топят, а скоро Украина получит одобрение на использование дальноборья. военных ракет. Мы сегодня мы видели, что происходило в Твери. В Твери, кстати, вы же понимаете... Я думаю, что мы получили, мы просто скорее всего не используем. Да, да, да. Мы же понимаем, что в Твери вот то, что вы видели, то, что мы все видели, это не беспилотник упал. Нет, ну это слишком было. Масштабно для выступиловника, да. Примерно, я сегодня смотрел здесь европейских экспертов, они посчитали, вот, ну, как бы визуально, с помощью спутников и так далее, что это был эквивалент двух Хиросим. По удару. Но там удар был сильный. Вы же помните, что около трех баллов землетрясения зафиксировали после этого. Да, то есть это был уровень двух Хиросим. Не ядерного, обычного... Понятно, эквивалент, да. Эквивалент, да. То есть, да, чтобы было понятно. И там вынесли, вот, то есть вот все эти конструкции, которые предполагали, что они удерживают попадание обычных ракет даже, да, то есть там беспилотников. Это серьезные конструкции. И причем попала ракета, которая выносит, именно выжигает все эти бетонные конструкции подземные. Поэтому и было якобы землетрясение. Вот представьте себе, что такая штука прилетела в общем хиру. Да.